Друзья, близкие, родные, всем привет еще раз. Мы собрались сегодня вот в таком составе, уникальном, госпожа Геварьян Корене и господина Шот Геварьян. Сегодня у нас в гостях мы обсудим итоги и вопросы, которые были на конференции, на симпозиуме в Братиславе. С вами находится Улля Пук, моя соратница из Америки. И вот с удовольствием передам слово нашим гостям. Как говорится, ladies first, с вашего позволения, господина Шот, я передам слово Корене, чтобы госпожа Геварьян начала бы и рассказала бы свои концептуальные, уникальные вещи, которые мы слышали на конференции. Спасибо, передаю слово. Спасибо большое. Ну, не пустые слова, хотя вежливые. Для меня большая честь то, что я во второй раз принимаю участие в симпозиуме, организованном господином Григоряном в Братиславе. В этом году это второй симпозиум. Первый состоялся в конце февраля, в начале марта. И значимость, несмотря на то, что, может быть, я вот представляю себе, какие могут быть критики, что это не тысячи человек, которые сидят в зале, создают массовость. Это удивительно содержать мои симпозиумы. Самое интересное, что в основном на нем выступают люди, которые, с одной стороны, многое понимают о современной или очень многое понимают о современной мировой ситуации и адекватно ее оценивают. И те риски, которые возникают, относятся к ним вполне серьезно. Избегают всяческого пропагандизма. То есть вот это мне особо импонирует, что на симпозиумах у господина Григоряна, в общем, за редкими исключениями, выступающие докладчики не позволяют себе прибегать к чистой пропаганде. И то, что по-русски называется оценочной позицией, стараются как можно более объективно и емко оценить то, что происходит. Я вижу, что удивительный прогресс даже за эти короткие месяцы изменения общемировой ситуации. В этом смысле симпозиум господина Григоряна как раз отражает эти изменения. И удивительным образом, несмотря на то, что он организовывался, этот второй симпозиум, например, после, вернее, до того, как Владимир Путин выступил со своей новой инициативой, но было такое впечатление, как будто господин Григорян рассчитал, что вот этот ультиматум со стороны Путина будет высказан. Я честно вам скажу, для меня это было удивительно. То есть такое впечатление, что из февраля он рассчитал, что в конце концов со стороны России будет выдвинуто новое ультимативное требование и начал организовывать. Я еще помню, что это было в мае, когда господин Григорян предупредил меня, что вежливо предупредил, что он хотел бы пригласить меня на другой симпозиум, который должен состояться в июне. Общее впечатление у меня, надо вам сказать, очень серьезное. Я считаю, что то, что молодые и очень трезвые и адекватные политики в Европе, такие, как господин Любыш Благо, известный политик, поскольку и гремело его имя в Европарламенте, это был эффект бомбы, его первое выступление, я помню, поддерживают эти инициативы. Это означает, что с одной стороны, эти люди кому-то могут со своими мирными инициативами, Братислава, столица мира, давайте проводить и обсуждать серьезные мирные инициативы и так далее. Кому-то эти люди, организаторы, могут показаться комикадой. Но с моей точки зрения, это самые здравые общественные деятели и политики, и будущее за ними. Это было особенно видно, потому что уверенность со стороны этих людей, глубина анализа ситуации была замечательная. Мне было особенно приятно, что во второй раз мой друг Михаил Хайзен выступил с очень интересным докладом, потому что очень многие стараются закрывать глаза и отдельно рассматривать проблему Украины, отдельно проблему экономики, отдельно проблему политических, межличностных отношений и мероприятий и так далее. Но это, вы сами понимаете, необходимо отбросить, потому что так в жизни не бывает, в жизни все сразу и вместе. Поэтому я очень рада, что Михаил Леонидович выступил, как раз рассказав о том конкретном критическом срезе современного состояния мировой экономики и финансов. Ваши покорные слуги тоже дали слово. Я надеюсь, что, как выражается по-русски, это обедение я не испортила. Засем передаю слово все-таки организатору и хозяину, можно сказать, этого симпозиуму, господину Григориану, с вашего позволения. Спасибо. Спасибо, дорогая моя каверина. Я хочу вас поздравить, господин Олег. Вы, может быть, даже не догадались, что это первое интервью, первая полная информация о нашем симпозиуме, который идет в эфир. И очень случайно это оказалось веем. Но если учитывать вашу сверхактивность, можно сказать, это вообще не случайность. Спасибо. Просто вы могли, что не только следили во время симпозиума, потому что этот руководящий экран был передо мной и я видел, когда входят, выходят там несколько сотен этих наших интересующих. И ваше имя, фамилию я часто видел. И когда вы от меня попросили, я согласился. Первый армей сейчас с вами, первое исторически. Второй будет очень известная армянская аудитория за два часа. С ними мы будем. А потом очень много будут интервью в следующей неделе. И сейчас я, когда пару слов скажу о симпозиуме, потом скажу, какой просто необычайный интерес к нашим персонам и к нашему симпозиуму. Симпозиум. Этот второй. Назывался. Братислава. Ну, по-русски буду переводить. Главный город мира. Вообще-то столица мира, но мир, имеем в виду, не свет, а peace. Да. Братислава. The capital of the peace. Вот название нашего симпозиума. Откуда такое название? Это придумал я. Capital of the peace. Но. Я взял. Семидесятые годы. Старые. Это лого Братиславы. Когда. Сказали Братислава. Это по-словацки. Это город мира. Братислава. Место мира. По-словацки. Я чуть акценты усилил, потому что сейчас это столица мира, так как три столицы, которые считались абсолютно нейтральными, где весь мир подписал свои договора. А это первое. Гельсинки. Белодиа. Жнеф. Швейцария. Наш соседний город, который мы очень любим. Вена. Австрия. Которые абсолютно потеряли свою нейтральность и не могут претендовать никакого подписания мира. Особенно если... Слушайте, госпожа Карина очень хорошо говорит. Мы ведь в мае организовали этот симпозиум. Даже в начале июня я хотел это делать. Откуда было бы у нас даже далекие мысли? Далекие мысли. Что? господин Путин будет делать свой шахматный ход с конем? Да. Будет предлагать мирный договор? Откуда нам мыслить, думать, что Швейцария будет провалиться? Да. Идя вперед, скажу, либеральная печать нападала на нас вчера и сегодня. Читали. Так нападала, что трудно сказать, это был удар или похвала? Для рекламы. Потому что в любом случае не думали, что будем сегодня такой симпозиум организовать, который будет конкурировать в швейцарске. Там 90-й страна выступает. Наш третий симпозиум будет такой. Вот я объявляю и обещаю. Наш третий симпозиум будет бомба в мире. Но либеральная печать нападая на нас говорит, посмотрите, это симпозиум на мир, а сто и больше стран участвовали. Швейцария, несколько, 30 или 40 стран только здесь. Извините. Количество важно или качество? По качеству у нас было бомба, у нас было невероятно. А у них был провал, у них был проигрыш. Количественно три раза они больше. Молодцы. Аплодируем. Но у них тьма. У них мир это война. Вы что, с ума сошли? Да. Когда мир будет таким, что мир на камень не останется на свете. старый советский анекдот. Борьба за мир будет таким тяжелым, что камень на камень не останется на свете. Чтобы с ума сошли. Да уж. А сейчас наша симпатия. Вот в связи с тем, что вы сказали, начнем как раз с этой либеральной медиа. Я читал эти все выступления. Про российские политики там собрались и так далее. Вы знаете, вот я смотрел, да, действительно смотрел выступления, мощнейшие спикеры, почему я попросил именно госпожу Геворган поучаствовать сегодня с Леонидом Михайловичем мы неоднократно записывали интервью и еще будем, надеюсь, записывать. А вот вы знаете, госпожа Геворган, меня так же, как и вас, очень впечатлила речь господина, я, к сожалению, не запомню его фамилию, Ашот Геворган поставил его специально так инициативно, импровизационно, в которой он продекларировал азбуку Мефодия Кирилла. А, да, 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 вы правы. И меня очень впечатлило, и я посмотрел, Карина Геворган тоже очень впечатлена была. у меня есть объяснение, почему я был впечатлен, но я хотел бы послушать вас, потому что вы очень концептуальный мыслитель, мне очень нравится ваше видео, ваши речи, я часто слушаю вас с удовольствием, вы настолько созвучно мыслите, что я иногда даже сказать не могу, а вы уже это говорите, у меня просто пока только мысли появляются, а вы уже это говорите, потому что вы видите немножко дальше. госпожа Геворган, скажите мне, пожалуйста, прокомментируйте мне, пожалуйста, две речи, вот господин Дадон выступление и вот эту, про которую я говорил, что вас впечатлило и на что вы обратили внимание, и почему такая реакция была ваша? Что касается выступления господина Дадона, то тут все-таки следует делать некоторые развлечения, он политик, я могу по-настоящему оценивать качество выступления своих коллег и глубину, в данном случае это политик, который выступает и по сути ведет подготовительную предвыборную борьбу, очень серьезную, вот, это человек опытный, я бы сказала осторожный и при этом идущий на самого разного рода риски, поэтому в большей степени меня даже удивило именно сам его приезд, другое дело понятно, что его пригласил господин Григорян, но то, что он сам решился на такой симпозиум приехать, в этом смысле я считаю есть определенный смелый стерист. Второе, мне очень забавно слышать, что это прорусский симпозиум, потому что момент, который можно было бы счесть как что-то прорусское, это были выступления только двоих докладчиков, это была госпожа Комлева и ее непосредственный шеф господин Гусумянов, и все, все остальные говорили по делу, а не о том, какая хорошая Россия или какая она плохая, вообще разговор шел совершенно в ином тоне. И я считаю, что как раз заслуг господин Григорян состоит в том, что он старается по максимуму обеспечить, чтобы докладчики не занимали оценочной позиции. симпозиум происходит в Братиславе. Братислава оказывается между молотом и наковальней, она оказывается может попасть в очень рискованную зону. И в данном случае, будучи помимо всего прочего гражданином Словакии, господин Григорян заботится о благополучии этой страны. Поэтому это, конечно, может быть даже, я не знаю, я не спрашиваю, может быть, господин Григорян льстит то, что его назвали прорусским. Но на самом деле вряд ли его это интересовало. Более того, даже я считаю, что политик, именно политик российский Константин Гадурин, который выступал, он тоже не выступал с пропагандистских и, как это принято говорить, пророссийских позиций. Он тоже трезво оценивал текущую международную ситуацию. Вот о чем хочется поговорить. Здесь вопрос ведь в том, что невозможно разговаривать с людьми, которые тычут в тебя пальцем и говорят, что если у меня, скажем, у коренных гвардян российский паспорт, то что бы я ни говорила, это будет кремлевской пропагандой. Нет, я, конечно, в детстве и во взрослом возрасте бывала на территории Кремля, но я даже не понимаю, что при этом имеется в виду, понимаете? Потому что я не говорю слова, которые мне рассказал Путин или еще кто бы то ни было, я говорю только то, что я считаю нужным и описываю ту ситуацию, как я ее считаю нужным, при этом я, надо сказать, довольно резко выступаю и на российском телевидении, позволяя себе критику в адрес вполне серьезных бегут. Поэтому вообще этот подход, то, что господин Григорьев обеспечил, что нет этого предвзятого подхода, что на людей не клеили ярлыки, что они являются какими-то прорусскими или антирусскими, вообще этот вопрос как не стоял, это удивительно, совершенно. Разговор шел о том, что потеряна культура диалога, что в нынешних условиях основная масса стран, в том числе в столицах западных государств, Западной Европы и США, потеряли навыки диалога. Неважно, хочешь ты его вести или нет, но он необходим, потому что ситуация достаточно критична. И я лично выступаю, если вы смотрели это, я не знаю, заметили вы или нет, может быть, в этот момент вы выходили, я, между прочим, говорила вещи, ну, даже страшные, радикальные, я говорила о том, что Россия действительно очень опасная страна, и играть в игры с Россией, и пытаться Россию обмануть в очередной раз, обернуть вокруг пальца или сделать что-то и ее каким-то образом наказать, это опасно для тех, кто хочет это сделать, сказала я. и объяснила почему, потому что у России есть некие преимущества, в том числе военно-технические, и что интересно, что сама по себе русофобия, политическая русофобия, публицистическая русофобия на Западе, она в результате спровоцировала что? Консолидацию российского общества. Хочется спросить, господа, ругая Россию, вы добивались именно этого, чтобы русские консолидировались, не спорили бы уже друг с другом. В России очень, как это сказать, очень разное политологическое поле, очень серьезная политическая и политологическая полемика содержательная, люди спорят друг с другом. Есть умеренные, есть более радикальные и так далее. Так что вы сделали? Вы в конце концов спровоцировали вот эту консолидацию против себя же. Вы понимаете, что вы наделали? И при этом вы ставите под удар страны Центральной Европы. А в Центральной Европе как раз находится Словакия. И я бы хотел сказать, что то, что словацкие политики проявляют такую феноменальную смелость и трезвость, ну, я просто снимаю шляпу, и уж точно ни в коем случае они не являются прорусскими, они являются прословацкими. А вот касательно Кирилла и Мефодия, можно попросить вас прокомментировать эту ситуацию, эту речь? Азбука. Я не расслышала. Касательно Кирилла и Мефодия, азбука, веда, можно прокомментировать? А, по поводу Кирилла и Мефодия, вы знаете, меня очень постольку, поскольку вдруг это прозвучало как-то совершенно удивительно, особенно после благословения архиепископа Патрика Сугдео, казалось бы, в общем, такая религиозная тема ушла бессознательно, и вдруг вот была эта цитата начала Евангелия от апостола Иоанна, вот, и на меня это сильное впечатление произвело, и я стал соображать, когда он произнес слово, ну, вы знаете, на греческом это логос, да, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бог, вот, то я стала думать, а что противостоит логосу, что вообще противостоит логосу, и даже проверила себя, поэтому я у всех же в руках гаджет, поэтому у меня был в руках телефон, вот, и я проверила себя, точно, логосу противостоит миф, то есть то, что мы сегодня называем вот этой публицистической пропагандой, это и есть тот самый миф, который противостоит правде, настоящей правде, да, это виртуальный мир, понимаете, который нам пытаются навязать, как реальный, и вот это удивительным образом тогда попало и совпало, я не знаю, может быть, я даже себя не очень могла оценить, настолько меня это поразило, эта мысль тогда, что я буквально почти в императивном таком настроении, почти потребовала у господина Григоряна микрофон, чтобы это сказать, мне хотелось этим поделиться, и, надо сказать, это произвело впечатление на, например, на господина Вольфа Хусселя, который депутат Берлинского совета и известный юрист Германии и так далее, представьте себе, на него это тоже очень сильно произвело впечатление, хотя весь симпозиум, мы говорили об очень конкретных вещах, о войне и мире, и об угрозах, которые есть, и вдруг вот это перешло на такой метафизический уровень. Объяснение, значит... Извините, пожалуйста, извините, уважаемый, господин Гриан, можно я скажу свою мысль, почему вы это сделали, а потом вы скажете, прав я или нет, и почему вы пригласили этого спикера, и почему вы так инициативно с импровизацией сделали. Я вот, мне показалось, мне показалось, мне, когда он говорил, и когда он цитировал и строки из Евангелия, и когда он начал цитировать буквы, буквица из Азбука Веда, и это же фактически термины, которые стоят, ценности за каждой этой буквы, у меня мурашило, я сидел, слушал, у меня, не знаю, как у других, у меня мурашки пошли по телу, я прямо физически ощутил вот это единство славян, наших предков, нашей крови, которые живут в Болгарии, в Словакии, в Словении, в Польше, в Румынии, в постсоветском пространстве, и мне показалось, что вы, используя вот это место, Братислава, во-первых, это место силы, безусловно, вы уже об этом говорили, во-вторых, вот в этом месте силы и вот с такими спикерами такого уровня, который вы собрали, мне показалось, что вы намеренно некие такие метафизические моменты, о чем, опять же, Корене Геваргян потом говорила, про метафизику, вы придали в абсолютно приземленной дискуссии с конкретными вещами определенное метафизическое усиление, от которого мурашило всех, кто слушал эту речь. Так это или нет, и почему вы это сделали, скажите, пожалуйста. Господин Олег, вы не представляете, как меня сейчас удивили, то я вас почти не знаю, но как глубоко вы это поняли, я не мог рассчитать даже, не знаю, в самом романтическом сне. Молодец. Спасибо. Смотрите, моя цель, которую я при первом симпозиуме демастировал, это сделать Словакию Братиславу поставить во главе славянских идей в скобках русофильских. Эту скобку я только говорю про русской аудитории, про западную я говорю только славянских сил. И я начал работать. Словения реагировал фантастически, несмотря на то, что был страх в Сербии, это наш. там тоже република Сербия, господин Додик. Я, несмотря на то, что Венгрия вообще не славянская, это наша, и я очень сильно начал работать над Болгарией. Вдруг в одном симпозиуме я слушаю господина Перванова, члена нового парламента Болгарии, и говорю, нет, не может быть этот человек что сказал? В начале было слово, слово это Бог, а славянство от этого слова. Боже мой, я обалзел и искал его. Нашел три-четыре дня перед моим симпожимом, а он говорит, с большим удовольствием я приду к вам, я много слышал о вашем симпозиуме Первом, я очень хочу, если возможно будет, я второй день буду, потому что первый день у нас первое заседание нового парламента, а там будут стрелять, образно говоря. Я говорю, хорошо, идите второй день, поэтому мы поставили его в самом конце. Потом он нам говорит, что только зум, потому что не успевает лететь из Софии Болгарию. Я говорю, хорошо, ничего, пусть на зуме будет. Но эта идея, его идея, вы оба гениально представили, это такая метафизика, понимаете, что сам физик, просто у меня тоже был резонанс, и я думаю, что моя эта идея Словакию дать на топ вот этого будущего союза, потом пригласить Венгрию, Австрию, может, Швейцарию, центральную Европу, и замкнуть, и этим союзом работать Россией, сделать мост между Западом и Россией, даже Британия, где у меня отличные связи, я это вижу реально, так что моя первая цель был вот этот союз славянских русофильских сил, гениально получается это, особенно интересно, что господин Перванов говорит Кирилл Мефодий, но Кирилл и Мефодий когда придумали кириллицу, первые где были, первые они посещали центр христианства в восточно-центральной Европе город Нитра это 60 километров от Братиславы 70-80 город Нитра где находятся первые эти церкови Костовые по-словацки и Словакии каждый год на уровне правительства непременно премьер там в Нитре празднуют вот день когда Кирилл и Мефодий приехали в Нитру то есть господин первые даже не догадался какой связь был гениальный связь потому что они в ну греки они по национальности греки Кирилл и Мефодий да но они родились в том регионе который между Грецией и Болгарией Болгария это Голгария Македония короче говоря в этом плане очень близки Болгария к ним и очень близко Словакия потому что Нитра как раз Нитра было принято кириллица и Святой Кирилл и Святой Методы большие святые для Словацкой церкви понимаете в этом плане просто очень интересно получился ну посмотрите это был последний выступление симпозиума ну если не гораздо важно но стопроцентно важнее начало симпозиума где были две фантастические выступления от членов Европарламента то есть у нас в Европарламенте имеем уже таких торцов лоббистов что мы многое будем делать в новом парламенте один это Любовь Благо вице-спикер парламента Словакии второй это Милан Угрик председатель партии Република отличный парень молодой тоже борец это честно говоря мои силы которые я рассчитываю использовать в Европарламенте а что касается Словакии открыл симпозиум после меня после меня открыл симпозиум с моей просьбой известнейший в мире человек архиепископ фатер Патрик Сукдео который когда начинал благословить симпозиум он благословил симпозиум и когда я ему дал слово и он представил ну это уже 5-6 раз он выступает у меня но на этот раз я был в конфузии он представил его работу с генеральным секретарем ООН с Каддафи с сирийским старым президентом с Осадом с Хостен-Убараком в Египте и там Боже мой я знал что он несколько десяток книг написал которые всемирно известны значит он открыл благословение дальше я слово передал Леди Кокс Боронесса Керолайн Кокс вице-спикер Палаты Лордов известный член Палаты Лордов и она приветствовала Словакию припоминая имя премьера Словакии Роберт Фитта приветствовал президента нововыбранного 3-4 дня назад он инаугурацию получил Петер Пелегрини даже Любовь Милана Уррика вся Словакия конфузия что как это Палаты Лордов и эти парни которые сидят около меня во всех фотографиях где даже хотят нас ругать вы это увидите но это это было чрезвычайно ценно и эмоционально потом выступала специальная речь вспомнила Армению Нагорный Карабах наш азербайджанский представитель моментально исчезли с зала я это заметил и отметил но впечатление было просто невероятно хорошо было интересно послушать господина Дубика очень официальное представление но откуда мне знать что из гостей которые я пригласил будет фурор делать участие господина президента Дадона а это специально из-за того что я это тоже не знал за два месяца у них выиграли у него огромные шансы фактически я на подносе ему дал несколько не знаю процентов или десяток процентов плюс потому что у него было и будет я организовал следующий день одночасовой прием я прошу прощения надо объяснить почему дело в том что половина граждан Молдавии проживает в той же Европе и поэтому то что мы участвовали в симпозиуме это в определенной степени произведет на них сильное впечатление они будут голосовать соответственно участвовать в выборах президент это у меня в голову не было я не знал он объяснил потом я спросил даже где максимальная концентрация Молдавы он сказал страны и так далее Италия в основном но но что важно важно то что я не знал что я когда попросил моего хорошего друга вице-спикера парламента Словакии его боже блага пожалуйста принимай господина Дадона он будет такой жест давать и сказать конечно официально принимал он следующий тень боже мой какая реакция либеральной печати Дадон он конкурент Мария Санду которая Брюссель имеет ориентацию Брюссель это наш человек а в Словакию приняли и кланялись ее конкуренту Дадону то есть как будто наше впечатление что уже вопрос решен Мария Санду Санду не имеет уже шанса такая реакция понимаете мы очень рады так что две-три фантастические вещи один но сравнивают с этим огромным симпозиумом где миллионы десяток имели затраты организаторы и мой скромный симпозиум сравнили и сказали вот где мирный симпозиум хорошо хорошо мирный симпозиум вот у вас было но извините пожалуйста а тогда когда я буду третий шаг делать который я объявил этом симпозиум что в сентябре не знаю вы в курсе или нет вы слушали вот эту часть вы приглашаете господина Трампа в сентябре приглашаем президента Путина и и и и или несколько президентов запада и проект договора который до этого будем подготовить будет подписан тогда вы будете понимать что этот наш второй симпозиум да имел очень большой вес и результат а ваш швейцарский провалился но это ничего а вот тогда когда будет третий симпозиум и будет мирный договор а там вы будете гореть на аду потому что вы говорите что мирный договор можно подписаться только через войну вы что с ума сошли через войну можно добираться апокалипсиса немирного договора вы что вообще с ума сошли понимаете но это такой фалшный нормальный человек не может понимать так что в этом плане это большое достижение у нас что я реально вижу что в сентябре может получится у нас понимаете сейчас мне надо только вот этот проект поставить на стол господина президента Путина договориться с господином Роберт Фитццо который я буду делать и господином Петер Пелегрин президентом с ними у меня очень хорошие связи и Фитццо и Пелегрин очень хорошие связи у меня с ними и вместе вместе уже на этом уровне подготовить приглашение президентов с одной стороны России с другой стороны нескольких государств может быть даже через мои каналы из Великой Британии и подписать первый проект мирного договора который можно до конца года уже укрепить а если Трамп придет тогда следующий президент определенно будет уже ясно кто будет понимаете после этого черт побери уже нормальная общение между западами России о чем я в моем словом открытии сказал слушайте немцы вы очень хорошо понимаете что значит энергоносители из России получить Словакия имеет большие трубы один 50 миллиард квадрат кубик метр газ братство а другой нефть только эти трубы уже вам дают силу так давайте используем а для этого что надо только подписи на бумаге все есть понимаете короче говоря в этом плане я очень доволен что все эти фантастические затеи это абсолютно фантазия понимаете когда ты первый раз говоришь партнера часто косо смотрят но знают что у меня хобби сделать то что невозможно это мне большое удовольствие дает в общем готовьтесь к статьям в либеральной прессе о том что господин Ашота Гриолян является серым кардиналом Словакии готовьтесь к этим статьям знаете что интересно то это вообще я пока не понимаю слушайте всех бьют на голову стреляли премьера Чарногорского тоже Александра Рара два-три пули в голову слушайте моими дают с уважением никак не могу понимать они что есть мнение на этот счет вы знаете это очень странно мы вообще отвыкли от того что человек реально не будучи политиком и не имея политического статуса может вести серьезную я подчеркиваю результативную общественную деятельность понимаете мы настолько это все извращено и мероприятия которые организовываются общественными организациями это все такие галочные пустые инициативы где все контакты наиболее интересные вообще происходят за закрытыми дверями и в кулуарах потому что на самих этих мероприятиях просто невозможно скучно находиться я просто никого не хочу сейчас обидеть но я бывала и много раз бывала а то что человек будучи действительно общественным деятелем на самом деле ведет активную общественную деятельность говорят что вы делаете что вы можете устроить мне не нравится давайте обсуждать эти вопросы не закрывайте их только на закрытых политических заседаниях я против мало ли что вы у себя там в партиях обсуждаете на закрытых заседаниях или на комиссиях парламента меня тревожит эта ситуация в конечном итоге это оказывается эффективным оказывается что в этом нуждаются и реальные политики поскольку поскольку раз господин Угрик и господин Благо были на этом симпозиуме это означает что им это было далеко не безразличным понимаете значит они использовали тоже эту трибуну для себя потому что будучи в том числе политики из разных партий которые между собой не всегда очень согласны особенно по внутренним вопросам находят площадку на которой они могут поговорить о вопросах жизненно важных для страны прекрасно это организовывает общественная так что с моей точки зрения господин Григорян никогда не скрывал того что он общественный деятель и имеет возможность как общественный деятель легко обратиться к любому политику в Словакии это делает честь Словакии что в Словакии к политику можно подойти общественному деятелю и к нему будет проявлено уважение вы знаете я бы сказал во многих странах это уже давно забыли и все таки переходя к насущным вопросам очень интересно было послушать глобально европейское влияние этого мероприятия фантастического успешного мероприятия я уже вчера написал господину Григоряну свои поздравления потому что это было феноменально то что вы сделали вы знаете что ну я представляю я являюсь учредителем партии в Эстонии политической партии которая вот участвовала в европарламентских выборах сейчас и которая участвовала в парламентских выборах и Улля является моей соратницей и конечно нас интересует в первую очередь волнует то что происходит то что наш премьер-министр как говорит господин Григорен вы что с ума сошли но вот наш премьер-министр наверное сошла с ума она на полном серьезе заявляет Россию надо расчленить отправляет уже сейчас официально продекларировала отправку эстонских кадровых военных на войну с Россией в Украину и премьер-министр Латвии буквально вот пару дней назад нам сообщил о том что Россию надо уничтожить и в связи этим Улля хочет на эстонском языке задать вопрос я вам переведу его на русский язык для эстонской аудитории Улля на русский язык и понимают лучше чем я говорю что я могу говорить по английскому тоже если вы понимаете это может быть английский как это 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 я я я я я очень glad to see that there are people in every corner of the world that are so passionate to stand for humanity and for peace that we can stick together because if we do stick together and pass on the information information and that's our strength and what's going on in Estonia it's really disgrace and very dangerous to our small nation and also Slovakia is a very small nation as well and I very much have my gratitude for you guys that what you are doing there because you are going against the force the ice breakers for the peace and I hope that in the future when we unite our voices together the freedom and the true freedom and the humanity and the peace will prevail in Estonia in Balticum in Europe because the direction where we are going right now the west where it's going right now is just dragging all the small countries into the disaster obviously the big countries will have the impact as well but nothing can be compared to the destruction and the damage that's being done to small nations such as ours here so very much thank you for everything and for all the efforts that you have put forward my question as well your question I'm wondering like when do you like in Slovakia and the society like when do they feel the breaking point will be to to shift the tides if they feel they their society what do they see the future when that would be when would that break in the society will happen where the peace will prevail or the concept of the peace movement will prevail because I'm not very familiar so I would like to understand exactly where the Slovakian society is right now was that yeah I think you understand the question I will tell you for all our viewers who will watch for hundreds of in YouTube and TikTok and Facebook and everywhere I first you thank you for the work you did it like the the road that goes through the road to the world and for us we are on the edge of Estonia Latvia and Latvia we находимся на краю пропасти или конечно как эстонка очень переживает что все-таки затащат Россию на войну все-таки спровоцирует наш премиум-министр Каю Каллас и лидеры балтийских стран спровоцируют Россию на ответную военную реакцию то ли в Калининградской области то ли на Украине где-либо еще тем более что она уже объявила что статья 5 не будет действовать в случае убийства эстонских военных на фронте между Украиной и Россией не будет то есть Эстония в одиночку собралась побеждать и воевать с Россией как сказал президент Эстонии поставим Россию на колени где вот эта точка где вот эта точка которая с вашей точки зрения явится вот этим краевольным камнем когда это настанет когда перевернется ситуация когда сможем всем выдохнуть от того что не получилось у британцев или у других стран кто за этим стоит затянуть Россию на войну и открыть второй фронт в Прибалтике и когда это случится как вы считаете есть ли у нас надежда и если есть то когда и каким образом смотрите и когда я ее слушал я хотел прорывать в том месте когда она говорит что Словакия тоже такая маленькая как Эстония извините это абсолютно бойцы разного веса ни в коем случае нельзя я очень извиняюсь дорогая коллегиня я очень уважаю вас и ваш патриотизм ни в коем случае не хочу ущемлять но Эстония как будто появилась в виртуальном мире если у нее такие политические деятели которые могут такие мысли сказать которые мы следим и слушаем даже себе позволят сказать что мы можем Россию она имеет наверное нато расчленить Россию это мягко говоря смешно а даже либеральное правительство Словакии такие глупости не позволял тогда когда Словакия примерно пять раз больше чем Эстония пять раз Словакия имеет такого развития развитая военная промышленность которую большие или средние страны не могут иметь традиционно в Чехословакии тяжелая промышленность военная промышленность в Словакии была развита это дает Словакию огромный вес плюс к нашему счастью имеет такой пример как Роберт Фиццо который хорош до такой степени что бороться против него решили с тем что пустили пять пуль из которых попал тело понимаете то есть это не шутка то что мы здесь делаем у меня здесь есть очень хорошее Черноземье под моими ногами где вот эти мои семена растут так что эти феноменальные результаты которые мы имеем это тоже благодаря славянскому народу и мой план что именно славяне я армяне я ничего общего не имею славянства поэтому я очень объективный поэтому я говорю что славяне имею будущее это слово и везде армянина и это должны все верить пожалуйста не хотели я очень хотел бы прямо и конкретно ответить на этот вопрос уверяю вас поскольку поскольку Россия вынуждена будучи очень большой страной обладающей ядерным оружием проявлять зрелый и взрослый ответственный подход потому что большая ответственность ядерное оружие нуждается в регулярном постоянном обновлении и нужно следить за его состоянием это целая инфраструктура это кадры и так далее то есть здесь есть правила которые действуют ну я не знаю известно вам или нет но например если происходит учение общие войсковые учения на территории России и в них только обычно виртуально принимают участие представители ядерных войск то вот эта территория где они расположены она особым образом охраняется у нее особая охрана генерал который командует этими учениями зайти на территорию не имеет права несмотря на то что там даже нет ядерного оружия такие правят и если вдруг этот генерал случайно такого случая не было захочет туда пройти майор имеет право его застрелить насмерть поэтому в данном случае это очень жесткие правила русские просто очень любят иногда чтобы обмануть своего контрагента притворяться более недисциплинированными или глупыми чем есть на самом деле все очень строго устроено это первое поэтому большая ответственность поэтому заявления Кая Калос могут обсуждаться на российских ток-шоу вот иногда может быть даже недостойно высокомерно высмеиваться а на самом деле я вас уверяю единственное если России понадобится ввести войска в Прибалтику она это сделает ибо на это имеет возможность но это будет вызвано только одним это будет с моей точки зрения это будет вызвано угрозой Калининградской области вы меня понимаете сейчас то есть вот и все по большому счету причем не просто угрозой а серьезной угрозой вот как только может происходить и то это будет в основном попытка проложить тот самый коридор о котором так беспокоятся поляки то есть в большей степени это коснется не странбалти а это коснется как раз того региона Белоруссия Польша Калининград вот и это серьезный вопрос все остальное в России всерьез не принимают эти настроения которые выражают госпожа Каус тем более что сегодня она есть а завтра на ее место может прийти более трезвый политик похожий скажем по своим взглядам и патриотизму на господина Фитцу запросто такое тоже может произойти понимаете поэтому вряд ли Россия будет дергаться понимаете Россия не пойдет иными словами на спонтанные действия извините пожалуйста я имею немножко другое мнение я очень боюсь что НАТО и Запад могут использовать Польшу который абсолютно вайственно настроен против России а Польша будет использовать вот этих маленьких стран я от этого очень боюсь и их пустить а потом идти им например например охранять сделать ну если будут договориться что давайте попробуем правда Россия имеет силы чтобы против НАТО бороться такое маловероятно но сейчас об этом они говорят я не понимаю их логику что НАТО может уничтожать Россию вот этот колокол то что говорит о чем говорит она что дефедерализация России какая дефедерализация понимаете вы будете нападать на Россию и отделить на куски хорошо а это правда не эстонции конечно нет НАТО а как НАТО пустить туда понимаете вот здесь может быть провокация вот здесь может быть провокация Польша говорит давайте мы за вами об этом речь даже я боюсь Финляндия Хельсинки который был местом мира этот город мира да было я боюсь что сейчас они уже с ума сошли вот эти правда довольно холодномесячные правда без эмоций вот этот слушайте они в эмоции попали то есть я это не беру как шутку и поэтому цена того что мы здесь делаем очень высокая если мы отсюда будем бомбить вот эти больные идеи и создаем славянский союз который будет центральную Европу тоже включить я имею ввиду старую австро-венгерскую империю и ватикан тогда это будет такой холодный душ для поляков и этих маленьких эмиратов говорят в русских топ-шоу в эмиратах я очень не знаю но но я между пальцами не смотрю на таких как эта женщина в Эстонии они могут быть носителями вируса войны а мы имеем сильный антивирус и мы будем работать чтобы этот наш антивирус был такой сильный что вирус даже не подумал распространяться я могу с вами еще второй раз ведь в эфир сейчас прошли все наши договоренности все что надо обсудить пожалуйста я желаю в следующей неделе еще раз найти с вами время и с вашей очень интересной коллегиной хочу вас сердечно поблагодарить учтите что это был первый эфир после нашего симпозиума спасибо вам мы обязательно выставим видео этого симпозиума господин Григорен обещал в понедельник мне его прислать мы поставим ссылку на это видео обязательно всех призываем это посмотреть это мощнейшее мероприятие было у вас там было на английском языке выступление на русском языке были выступления поэтому все кто даже по русски не говорит посмотрите на английском у нас два перевода шли с переводом я вам буду послать и английский и русский только то что я вам обещал в понедельник это зависит от моего инженера Филипп Гузева который обещал но если вдруг он скажет господин доктор я не успеваю вторник это будет вторник но я все буду делать чтобы был понедельник и непременно вам буду послать конечно и наше видео появится в эфире уже вместе с этой ссылкой отлично спасибо огромное вам спасибо за удивленное время мы бы обязательно настаивали бы kindly requested как говорят наши английские партнеры чтобы и с госпожой Корене Геваргян и с вами господина Шотко записать дополнительные видео в спокойном режиме в спокойном режиме когда вам будет комфортно удобно а сегодня господа спасибо еще раз огромное и миру мир спасибо за субтитры спасибо за субтитры